Здравствуйте! Приветствую вас на канале про цветов. Сегодня мы поговорим о перцах. Вы, кажется, недавно сели, смотрели наш ролик, как мы сели наши перцы. Ну вот месяц превратилось незаметно, и наши перцы уже все просто сходили. Конечно, они просто сходили давно. Ну и вот проблема, которая, конечно, и у вас. Ну, на улице даже вот у нас в Белоруссии, в центральной части, где мы снимаем этот ролик на широте Минска, у нас как бы погода уже и плюсовая, вроде какие-то цветы начинают раннее весеннее расцветать. Ну, еще, конечно, пока прохладно, для перца холодно. Ну, и перец мы держим еще в доме. Держим перец в доме, ну, и он начал вытягиваться. Начал вытягиваться перец. Ну, и, конечно, ни в одного у меня такая проблема. Такая проблема существует, конечно, многих наших огородников. Ну, что необходимо сделать, чтобы ваш перец не вытягивался, чтобы он остановился в росте? Ну, во-первых, не забываем о том, что вытягивание перца происходит по нескольким причинам. Ну, во-первых, это заученность посевов. Заученный посев уже растения, конечно, тянутся, выбиваются один перед одним, выбиваются, поэтому они тянутся. Следующая причина, наш недостаток света. Недостаток света также приводит к вытягиванию перца. Избыток тепла. Избыточное тепло точно также в начальном периоде очень стимулирует тому, что перец будет вытягиваться. Он будет стремиться занять свое место под солнцем и будет тянуться. Точно также избыток полива. Поливаем, чем мы больше поливаем перец, тем он быстрее, конечно, будет тянуться вверх. Поэтому, исходя со всех этих четырех пунктов, которые я вам назвал, ну, что необходимо сделать? Ну, во-первых, если уже была заученность посевов, и вот вы сравните с перец, который посеян редко, тут, конечно, мы уже ничего пока не сделаем. Эта заученность посевов у нас останется. Но то, что мы сделаем, это мы сделаем температурный шок для нашего перца. Потому что, если наш перец тянется, значит, высокая температура. Температура парадка где-то плюс 25-28 градусов. Понизим температуру перца. Это тормознет его в росте. Какие параметры температуры? Параметры температуры такие, что 18-20 градусов ночью и градусов 20-22 днем, то есть более прохладное место. Найти его, конечно, не сложно. Это на любом подоконнике. Поставили ближе к окну и там уже перцу будет более прохладно, чем на краю подоконника, где батарея идет тепло. Уже станет прохладнее. Точно так же, если мы подвинем перец к окну, он станет получать больше света. Станет получать больше света, он перестанет тянуться. Ну, тут я знаю, что возникнет вопрос. Вот, Пётр Николаевич, а надо ли пользоваться лампами для досвечивания? Ну, тут многие пользуются, доказывают, что это очень хорошо. Но я считаю, что это не совсем правильно. Почему не совсем правильно? Потому что уже давно доказано и опыт это подтвердили, что растение короткого дня, а поскольку перец и те же помидоры и баклажаны зреют как бы во второй половине лета, значит растение короткого дня. Значит, укорачивание светового дня до 10-12 часов в день, значит, ускоряет появление урожая на 10 дней. И урожайность возрастает на 25 процентов. Поэтому я считаю, что в марте у нас в Белоруссии, когда уже 1 марта у нас световой день уже чуть больше за 10 часов, конец уже 12 с половиной часов, потому что 22 равноденствия по 12 часов будет день. Вот это раз. Во-вторых, в Белоруссии у нас в марте месяце обычно бывает 24-25 светлых дней, то есть солнечные дни, большая часть месяца солнечная. Раз она солнечная, значит, досвечивание в этой уже как бы не очень полезно проводить для наших растений, учитывая то, что потом получим более ранний урожай на коротком дне и больше урожая. Поэтому ставим ближе к свету и растению это будет совершенно достаточно. Ну, точно так же, что мы будем делать, мы будем для того, чтобы с теплом мы разобрались, со светом разобрались, с повышенной влажностью. Значит, наши растения лучше опрыскивать, брать опрыскиватель любой, чем поливать под корень. Они должны подсушиваться. Подсушка нашей рассады вызовет то, что у нас нет влаги, они тормознутся в росте. Поэтому наш перец станет более коренастым, более крепким. Ну, конечно, может быть, такое случилось, вы вот смотрите на мои перцы и с тоской думаете, я вот посеял, посеял уже давно перцы, а у меня что-то они не всходят, не взошли. Уже и две недели прошло, месяц прошел, они не взошли. Ну, тут надо помнить о таком интересном моменте. Лукавят наши производители семян, лукавят наши блогеры, которые там в разных чудо-эликсирах положат эти семена перца, и потом у них 100% сходит, что это все лукавство. Это лукавство в чем? При самых благоприятных условиях у перца сходит только 80% семян. Ну, точно так же, если вы не верите мне, что 80% семян сходит, вы вот посмотрите, высаживаете вы тыквы, в пакетике вы покупаете семена огурцов, из 5 семян огурцов, которые находятся в пакетике, у вас может зайти все 5, может зайти 3 штуки. Вы опять же думаете, что это самое, что вы виноваты. Вы не виноваты. Природой заложено, что 100% схожести нет ни в одного растения. Даже та же фасоль посеете, лук всего, зубки чеснока посеете, нету 100% схожести. Знаете это, что это все лукавит, что вам 100% схожесть обещают. Ну, для перца, если у вас зашло 80%, это вообще прекрасно, за что 60%, это тоже очень хороший показатель. Поэтому вы не корите себя, что вы что-то неправильно сделали. Но не забываем, что даже как и у нас в Белоруссии, так и в ваших условиях, еще март месяц, это такой как бы переходной месяц, когда еще не поздно сделать посевы перца. Для того, чтобы ваши перцы, новые посевы быстрее взошли, ну, значит, я высеваю густо, чтобы занимать меньше места на начальном этапе, потому что от посева перца, от схода его и до пикировки проходит 18-20 дней. То есть 3 недели, если кто-то высевает стаканы, значит, они имеют много места. А так я считаю, что не очень хорошо занимать площадь вот этими стаканчиками, где будут высеяны ваши перцы. Ну и для того, чтобы ваши перцы в этот раз вас порадовали, хорошей всхожестью и дружными всходами, я советую их замочить перед посевом на 24 часа в таком растворе. Берем, покупаем в аптеке траву тысячелистника и траву ромашки. Столовая ложка тысячелистника, столовая ложка ромашки на литровую банку, заливаем кипятком, настаиваем сутки, процеживаем, и в этом растворе мы замачиваем наши семена. Семена замочили, высеяли, они зайдут очень быстро. Это раз. И потом этим раствором, что осталось, вы точно так же можете полить, семена посеяли, полить этим же раствором ваши посевы. Ну, кстати, такой же раствор подойдет хорошо уже для тех перцев, которые у вас уже растут. Он повышает их устойчивость, иммунитет. Как устойчивость? Ну, главное, как устойчивость, это иммунитет. Он повышает значительно их иммунитет, и рассада растет более здоровая. И они повреждают различные болезни, которые всегда могут быть при повреждении вашей рассады. Для того, чтобы ваша рассада не падала, на ней не появлялась черная ножка, я очень советую вам использовать семенную палочку. Сделайте хотя бы один полив семенной палочкой, и ваши все всходы будут защищены от черной ножки. Делается просто, эффект потрясающий. Так что делайте все правильно, или спасайте те перцы, которые у вас сошли, давайте им определенные условия, или высевайте новые, если у вас были плачевные результаты. Высевайте новые, все еще в ваших руках. Соответственно, осенью вы будете собирать хороший урожай, чего вам и желаю, хороший урожай. До свидания.